Много об этом писалось, много рассказывалось. Суть сейчас не в этом. В гостинице Ростов, где я поселился, неожиданно встретил своего московского коллегу, отличного прокурора-криминалиста Володю Казакова. Спрашиваю, что он тут делает, и слышу ответ. А ты разве ничего не знаешь о маньяке? Зашли мы ко мне в номер, и Володя стал рассказывать, что в округе появился маньяк, убивающий детей и женщин. В Ростове, шахтах и вообще по области уже имеется более 20 случаев. И ему, то есть Володе, поручено расследование этих преступлений. Трудность вся в том, говорит он, что ростовские коллеги уже арестовали молодого парня, умственно отсталого, который сознался в десятки из этих убийств. А теперь они говорят, что поскольку маньяк арестован, следовательно, нет никакой нужды в дальнейшей проверке. К сожалению, как правило, так и происходит. Уж если милиция кого-нибудь арестует по скандальному делу, то будет до конца стоять на своем. Вот из этого, как сказал Володя Полудурка, как и из других подобных ему недобросовестные сотрудники после каждого нового обнаруженного трупа, немедленно начинали выбивать показания. А под определенным нажимом, известно дело, такие умственно отсталые люди готовы взять на себя что угодно, вплоть до распятия Христа. Поговорили мы вот так, и каждый из нас отправился заниматься своим делом. И вовсе не думал я тогда, что через несколько лет роль охотника за этим истинным дьяволом выпадет именно мне. Шло время, а Казаков, как я узнаю позже, тратил его на войну с ростовскими милицией и прокуратурой. И одновременно буквально бомбил Москву донесениями преступной небрежности работников местных правоохранительных органов, которые укрывали некоторые трупы, затаптывали места преступлений, теряли вещественные доказательства и, совершенно очевидно, добывали очередные признания, используя недозволенные приемы. В убийствах, которые совершались уже после ареста умственно отсталого подростка, обвинялись его дружки, такие же психически неполноценные. Авторы такого расследования утверждали, что оставшиеся на свободе друзья арестованного специально совершают эти убийства, чтобы отвести подозрения от своего приятеля, находящегося под стражей. Поражала такая фантазия своей оригинальностью. В конце концов, бомбежка Казакова достигла своей цели. В ноябре 1985 года в Генеральной прокуратуре Союза СССР состоялось специальное совещание, на котором обсуждалось состояние работы по данному делу. Шло оно, как говорится, на самом высоком уровне. Оба генеральных – Союзы России, министр МВД СССР, ростовский прокурор и начальник УВД. А закончилось оно тем, что я получил официальное письменное предписание принять к производству дело за номером таким-то, с чем немедленно и отбыл в Ростов. Для начала я разделил следственно-оперативную группу на две части. Одну во главе с Казаковым отправил в шахты, где произошло больше всего убийств. Другую оставил в Ростове, при себе. А далее надо было в срочном порядке решить два дела – детальнейшим образом ознакомиться с собранными материалами и вплотную заняться полудурками. Естественно, что по второму вопросу и прокуратура, и милиция Ростова немедленно встали на дыбы. Но я заявил достаточно четко – я принял дело по распоряжению Генеральной прокуратуры СССР. У меня нет времени сейчас ставить вопрос об ответственности тех, по чьей вине два года психически больные люди, совершенно ни в чем не виновные, содержались под стражей. Но наступит время, когда им придется за это ответить. Сейчас я займусь их освобождением. Конечно, легче было заявить, чем сделать. Но не вдаваясь в подробности, ребята из специнтерната, которых то арестовывали, то выпускали, наконец удалось освободить и тем самым получить возможность полностью переключиться на материалы дела. Вспоминаются Староженко, те же, как я их назвал, многосерийные убийства. Но у Староженко было 20 эпизодов нападения на женщин, из которых 8 женщин остались живы. Этот же садист-убийца был покруче, мы уже могли назвать 23 его жертвы, из которых ни одна не осталась в живых, из тех, которые были, разумеется, известны. Но все ли известно, это тоже вопрос. Ведь оставшаяся в живых жертва могла хоть что-нибудь сказать о преступнике. В Ростовской области постоянно числилось около 3000 без вести пропавших. И чтобы опознать или идентифицировать изуродованный труп, требовалось много времени и усилий. И время в этом смысле работало на убийцу, ведь решающими для расследования бывают первые 2-3 дня, а потом следы может уничтожить непогода. Да и воспоминания очевидцев, если таковые были, блекнут, стираются. Нам совершенно не за что было зацепиться, никаких вещественных доказательств, заслуживающих внимания, никаких случайно чудом выживших жертв. Места преступления были совершенно чисты. Это значило, что преступник имеет представление о методах работы следственных органов и умеет не оставлять следов. Но жертвы его были в ужасном состоянии. Я видел фотографии убитых детей, женщин. Этот кошмар показывал, что маньяк знаком и с анатомией. Тот же Староженко насиловал, грабил и убивал, но взрослых женщин. И было понятно, почему убивал, чтобы скрыть следы и избежать наказания. Но здесь вырезанные матки, отрезанные груди, отрезанные у мальчика в кончике языка. Убитые женщины были, как правило, бродяжками, дешевыми проститутками, которые за стакан водки, к примеру, могли бы оказать убийце любую услугу. Но фотографии убитых, повторяю, были просто ужасны. Значит, не услуги требовались ему. Раны, которые он наносил своим жертвам, не только предполагали убийство, но как бы утверждали власть убийца над своей жертвой, давали ему почувствовать вкус своей силы. Такой, понимаете ли, своеобразный наркотик для импотента. Ну а после смерти жертвы – выколотые глаза, отрезанные гениталией. Тут мне представлялась явная психическая ненормальность. Чтобы как-то разобраться в этом вопросе, выписал себе редчайшее издание из Ленинки по сексуальной психопатии и серийным сексуальным убийствам. Стал внимательно изучать. Иногда возле мест преступления мы обнаруживали следы костра. Нельзя было исключить и того, что наш маньяк являлся вдобавок ко всему еще и людоедом. Изучая все вокруг убийцы, привлекая для создания его криминологического портрета ведущих специалистов страны, мы, наконец, смогли составить некое его описание. Мужчина в возрасте от 25 до 55 лет. Высокий, мускулистый, кровь, группы АБ. Размер обуви 44 или больше. Носит темные очки, аккуратно одет. Коет с дипломатом или какой-то другой сумкой, в которой носит остро заточенные ножи. Страдает нарушениями психики, выражающимися в форме половых извращений. Ананизм, педофилия, некрофилия, гомосексуализм, садизм. Может также страдать от импотенции. Знаком с анатомией человека. Наиболее вероятное место контакта с жертвой – остановки пригородных поездов, железнодорожной станции и остановки автобусов. Кроме того, мы потребовали и изучили все уголовные дела об аналогичных преступлениях на всей территории нашей страны за последние 20 лет. Заодно предстояло проверить и всех лиц, исчезнувших в Ростове или области за последние десятилетия. А число убитых, между тем, продолжало увеличиваться. Я хотел понять мышление и мотивы этого убийцы и продолжал штудировать монументальные труды отечественных, и зарубежных психиатров и сексологов. Но ни одна из книг не давала ответа на вопрос – почему? Что заставляет маньяка преследовать детей и женщин? Зачем он потрошит их безжизненные тела? И опять-таки, как могут вполне нормальные и воспитанные дети уходить с преступниками в безлюдные места, иной раз за несколько километров? Поднимая массу материалов, мы сталкивались со случаями, когда некоторые подозреваемые после активной обработки местных пинкертонов оговаривали себя. Имел место случай, когда один гражданин, работая под серийного убийцу, свел счеты со своим недоброжелателем. Через сито нашего следствия проходили тысячи людей. Проверили четыре тысячи психически неполноценных людей, 680 сексуальных преступников, 580 ранее обвинявшихся в сексуальных преступлениях. Но убийца не был пойман. Шло время, и мы вынуждены были продлевать следствие еще на шесть месяцев, еще и еще. Выпустили специальный информационный бюллетень под названием «Лесополоса». Вся поступающая информация и сведения о проверенных лицах сосредотачивалась в штабе следственно-оперативной группы. По каждому преступлению сексуального характера в отношении женщин члены группы немедленно подключались к следственной деятельности местных коллег и работали до их раскрытия. Наступило некоторое затишье. Убийца как сквозь землю провалился. Но я не верил, что он уже утолил свою безумную страсть и в волю напился крови. Нет. Он наверняка где-то здесь, где-то рядом. Он обосновался рядом с Ростовом или шахтами и ездит на электричках и автобусах. И мне надо было понять его, залезть ему под черепную коробку, постичь непостижимую логику этого изувера. Я даже встретился с самым натуральным сексуальным психопатом, который был приговорен к высшей мере и сидел в ожидании приведения приговора в исполнении в новочеркасской тюрьме. Он сидел и вздрагивал от каждого шороха в коридоре, а вдруг идут за ним. Поэтому, когда охрана сообщила Анатолию Сливко, что к нему пришел посетитель, известный московский психиатр тот даже обрадовался, хоть и небольшая, все-таки отсрочка в исполнении приговора. Разыграть роль врача мне в ту пору было не так уж трудно, поскольку я прочитал, изучил горы специальной литературы и разбирался в предмете достаточно свободно. В данном случае Сливко интересовал меня, как яркий случай совершенно непонятного сдвига. Спокойный, мягкий по характеру, домосед и прекрасный семьянин, он вдобавок был учителем и детским экскурсоводом. Ученики любили и уважали своего педагога. Ему даже было присвоено звание заслуженный учитель Росфсейр. У Сливко была только одна слабость. Он дружил с мальчиками лет десяти и сообщал им по секрету, что собирается снимать фильм и приглашает принять в нем участие своего маленького друга. По сценарию фашисты вешали мальчика-партизана. Дети, к которым обращался Сливко, чувствовали себя польщенными и с пониманием относились к его требованию никому не говорить об участии в будущем фильме, чтобы не было обидно товарищам, которым не так повезло. Заслуженный учитель вешал мальчиков по-настоящему. Страстный фотолюбитель, он снимал все происходящее на пленку. Когда жертвы теряли сознание, целовал их в губы, потом аккуратно расчленял тела, ноги от туловища, ступни от голени. Пока Сливко не разоблачили, никому и в голову не приходило его подозревать. Я задавал ему вопросы, кое-что записывал, а на прощание оставил зеленую школьную тетрадку с таблицей умножения на обложке и попросил все подробно описать. Приговоренный был благодарен за временную отсрочку и за возможность отвлечься от мысли о неминуемой казни. Аккуратным учительским почерком он заполнял страницы тетради, анализируя в назидание потомкам глубины своей несчастной души. Во второй раз я приехал через два дня, потому что узнал, через несколько часов Сливко должны были расстрелять. В заветной тетрадке осталась запись о том, как в возрасте 23 лет Сливко оказался свидетелем дорожного происшествия, в котором погиб мальчик лет десяти. В большой луже крови и догорающего бензина лежало неподвижное тело в пионерской форме. Белый верх, темный низ, красный галстук на груди. Это зрелище одновременно и завораживало Сливко, и пугало. Он долгое время спустя представлял себе снова и снова жутко чарующую сцену. Чтобы избавиться от навязчивого, сладкого кошмара, Анатолий женился, но брак разочаровал его. В семье родился сын, и некоторое время-то сдерживалось Сливко. Но потом, по его собственным словам, он сдался и стал рабом собственной фантазии. Жертвами маньяка были десятилетние мальчики, а особенно притягательными в его глазах их красные галстуки и черные блестящие туфли, как на ребенке, погибшем в катастрофе. Размышляя о своем характере, Сливко проклинал себя за то, что пал так низко. Особенно его мучило, что он начал связывать фантазии с собственным сыном. Одновременно указывал, что никогда не пил, не курил, не ругался и очень любил природу. Встреча со Сливко кое-что открыла мне. Я понял, что при всей извращенности тот, кого мы ищем, с виду выглядит как самый обычный человек. Не исключено, что у него есть семья, дети, а есть еще вторая, никому невидимая жизнь. Но наш убийца был сложнее, чем Сливко, который выбирал себе в жертву один тип мальчиков в пионерских костюмах. Ростовский людоед убивал всех без разбора, и мальчиков, и девочек, и женщин. Что же касается фетишизма, присущего заслуженному учителю, то у нашего он мог быть в виде отсеченных половых органов, а иногда и языка. Шел 1989 год. Он принес еще четыре трупа, которые четко идентифицировались с делом лесополоса. По словам Сливко, тот всегда испытывал тягу прийти на место преступления. И возвращался, когда сделанные им фотографии теряли силу, словно вдруг выцветали. Острота ощущений стиралась, и тогда лишь реальное место события могло оживить память. В лесах, по свидетельству все того же Сливко, витает романтика убийства, некая экзальтированная страсть, недоступная обычным людям. Стены моего кабинета были увешаны картами Ростовской области, схемами, фотографиями, сделанными при помощи аэрофотосъемки. Я изучал их часами. Все железнодорожные станции и автобусные остановки, где, как предполагалось, убийца высматривает свою жертву, теперь были под прицелом. За каждой наблюдала группа, два милиционера в штатском. Рано или поздно, но маньяк вернется в Шахт или Ростов к своим излюбленным местам, чтобы в тех же декорациях снова разыграть кровавый сценарий, если уже не вернулся. 2 сентября 1989 года в лесополосе был найден полуразложившийся труп. При жизни это была новочеркасская студентка Елена Варга, гражданка Венгрии. Март 1990 года тоже принес труп. Мальчик был просто растерзан. Безжизненное тело в ботаническом саду, как две капли, походило на то, что было найдено в шахтах в начале года. Снова почерк людоеда. Количество и хронологию убийств в 1990 году пришлось пересмотреть в конце сентября, когда в ботаническом саду нашли тело еще одного мальчика. Оно пролежало там по меньшей мере два месяца. Это значит, роковой удар был нанесен в июле. Следовательно, пошла новая волна преступлений. Январь, март, апрель, мая, июнь и середина августа. 14-летний Витя Петров пропал 28 июля. Опасаясь опоздать на утренний автобус, мать взяла его и двух его братьев на вокзал, чтобы провести ночь в зале ожидания на втором этаже. В половине второго ночи Витя попросил у матери десять копеек, чтобы попить газированной воды. И не вернулся. Но обнаружилась одна существенная деталь. Мать Петрова увидела высокого мужчину в очках с покатыми плечами. Он разменивал деньги у автомата. 30 октября в лесу, неподалеку от станции Лесхоз, нашли тело 16-летнего подростка. 3 ноября, всего через три дня после исчезновения Пети Тищенко, недалеко от города Шахты был обнаружен его труп. И уже 11 ноября оперативники отыскали двух студенток медучилища, которые показали, что несколько месяцев назад в пригородном поезде они видели высокого мужчину, который довел одного мальчика лет 12 до слез, требуя, чтобы тот куда-то с ним пошел. Вероятно, мальчика должна была встретить мать, потому что мужчина твердил, «Я знакомый твоей мамы, идем, я отведу тебя к ней». Студентки утверждали, что не раз видели этого мужчину в электричках и уверенно могли бы его узнать. Они согласились несколько дней поработать в поездах и на железнодорожных вокзалах в сопровождении сотрудников милиции, переодетых в штатское. Я как раз заканчивал обнадеживающий впервые за 4 года упорной работы разговор со свидетельницами, когда раздался телефонный звонок. Еще один труп. Женщина. И снова на станции лесхоз. С группы следователей я немедленно приехал на место. Спрашиваю, как такое могло случиться? Это же одно из мест, за которым мы установили круглосуточное негласное наблюдение. Вы же знаете, что 30 октября здесь был найден труп мальчика. Наши люди на своих постах, ответил начальник милиции. Они записали фамилии. В основном, кто здесь ходит? Грибники. Попался даже один человек, которого мы уже проверяли несколько лет назад. Как его фамилия? Не помню. Надо поднять рапорт. Рапорт еще не был отправлен в Ростов. 6 ноября Игорь Рыбаков, одетый в штатской милиционер, дежурил на станции лесхоз. Среди других грибников он обратил внимание на одного мужчину. Тот отмыл от грязи обувь у колонки рядом с домом начальника станции, пересек пути и зашел под навес на платформу. Высокий человек с седыми волосами и большим темным рюкзаком одна из лямок которого была порвана и завязана узлом. Из рюкзака высовывались какие-то вещи. У мужчины был забинтован палец, на руках и правом ухе свежие царапины. Он приветливо, как со старыми знакомыми поздоровался с грибниками, укрывшимися под навесом от дождя. Рыбаков представился и потребовал предъявить документы. Мужчина в очках показал паспорт, и милиционер переписал в свой блокнот его имя и фамилию Чикатило Андрей Романович. Своему начальнику Игорь дал устный рапорт и добавил, что хотел проследить за мужчиной, но не мог оставить пост, ведь напарник на дежурство не вышел. Рапорт Рыбакова передали по телефону в центральный штаб бригады, где была сосредоточена вся картотека проверяемых, но сочли несущественным. Чикатило А.Р. уже проверяли в 1984 году в связи с расследуемыми убийствами. Время было позднее, дождь лил как из ведра. Я немедленно затребовал у шахтинских коллег дело Чикатило 1984 года. В деле лежал ордер на арест за кражу социалистической собственности и материалы о краже аккумулятора. Но меня заинтересовало то самое признание, которое сделал тогда на допросе Чикатило, о своей половой слабости, неприличных историях, связанных с детьми, из-за чего он вынужден был оставить профессию педагога. И снова мне припомнился заслуженный учитель Сливко. Заставляли задуматься и факты из послужного списка Чикатило. Он начал работать в Ростове в августе 1984 года, как раз тогда, когда там началась волна убийств. Изучив и проанализировав старый оперативный материал на Чикатило, я все больше убеждался в мысли, что это должно быть тот, кого мы так долго и безуспешно ищем. Больше всего поражало описание слежки за Чикатило на вокзале, когда его задержали Ахмат-Ханов и Заносовский, и когда при аресте были обнаружены нож, веревки и вазелин. Все совпадало. Все, кроме группы крови и спермы. Но ведь в анализ могла вкраситься ошибка. К тому же среди биологов существует мнение о том, что в редких случаях у людей кровь и сперма могут быть разных групп, или при определенных условиях группы крови и спермы достигают той разницы, за которой могут считаться разными. Наконец-то дело стало приобретать конкретные очертания. Информация о служебных поездках Чикатило свидетельствовала, что у него была практическая возможность оказаться на месте любого из совершенных преступлений те самые дни, когда они были совершены. С 17 ноября я поручил ростовской милиции установить за маньяком постоянное наблюдение. Нельзя было допустить новых жертв. Конечно, было заманчиво ввести за ним наблюдение до очередного преступления и взять с поличным. Но где гарантия, что он не заметит наблюдение и не покончит жизнь самоубийством? Или, почуяв неладное, заляжет на долгие месяцы, как с ним уже было однажды, после первого ареста захищения аккумулятора. Словом, это был мучительный анализ. А самое главное в том, что не было улик о совершении им этих преступлений. Теперь я уже не сомневался, что 6 ноября, когда Рыбаков проверял документы подозреваемого, в рюкзаке у этого типа лежали вырезанные у последней жертвы молочные железы и матка. Чикатило наверняка напуган вниманием к нему и вряд ли скоро пойдет на новое преступление. Постоянное наблюдение показало, Чикатило ведет размеренный образ жизни, ходит на работу, ездит на электричке в Ростов, покупает в киосках газеты и вовремя возвращается домой к ужину. Но, кроме того, любит завязывать разговоры с детьми и подростками и обрывает их всякий раз, когда рядом оказывается кто-либо из взрослых. Наконец, я решил брать немедленно. 20 ноября 1990 года Андрей Чикатило был арестован. Дело Чикатило было очень громким, но, к сожалению, вокруг него возникло немало спекуляций и даже скандалов. В частности, психиатр Бухановский, которого я пригласил на допрос, чтобы убедить Чикатило, будто его случай представляет огромный интерес для медицины, это понадобилось, чтобы установить с допрашиваемым контакт и заставить его сотрудничать со следствием, стал заявлять направо и налево, будто именно благодаря ему раскололся убийца. Более того, Бухановский утверждает, что якобы еще за пять лет до поимки Чикатило он составил психологический портрет преступника, по которому поймать его было бы, как говорится, расплюнуть. Он же создал специальное общество «Феникс», которое занимается выявлением сексуальных маньяков. А позже затевал тяжбу с журналом «Огонек», раскритиковавшим его научные бдения в этом направлении. И психиатр был не одинок. Кого только не представляли героями в борьбе с маньяком, в его задержании, разоблачении средством массовой информации. В их числе оказались даже те, по чьей вине более двух лет сидели невиновные люди. И те, которые в 1984 году дали возможность Чикатило уйти от ответственности. К слову сказать, Чикатило обследовали многие психиатры и психологи. И их наблюдение интересно как раз для того, чтобы в дальнейшем предупреждать аналогичные преступления. Вот мнение доктора юридических наук, специалиста по преступлениям на сексуальной почве, профессора Юрия Антоняна. Чикатило испытывал оргазм, наблюдая агонию своих жертв. Он, кстати, ни одну жертву не насиловал, он был импотентом. И он был вменяемым, хотя в это верится с трудом. Я обследовал Чикатило и много с ним общался. Это был человек с высшим образованием, с внушающей доверие внешностью. Он убил 53 человека, но произвел лично на меня впечатление нормального человека. Он здраво, логично рассуждал, вдавался в воспоминания, старался объяснить свои поступки. К этому остается лишь добавить, что, находясь в заключении, ожидая исполнения приговора, Андрей Романович следил за своим здоровьем и был чрезвычайно прожорлив. Когда, убедившись в бессмысленности за пирательство, в ноябре 1990 года Чикатило начал давать показания о своей преступной деятельности, совершенно неожиданно для меня он начал с 1978 года. Показания его звучали примерно так. Первое убийство я совершил в 1978 в шахтах. Это была маленькая девочка в красном пальто, которая возвращалась из школы. Я привел ее в свой домик на улице Межевой, где изнасиловал и убил, а труп отнес к реке и выбросил. Такого убийства в нашем производстве не было. И ни о каком домике Чикатило в шахтах мы не знали. Немедленно начали проверять эти показания, они полностью подтвердились. Да, было убийство девочки Закотновой. Да, труп обнаружен был в реке. Да, был и домик на Межевой улице. Но за это преступление осужден другой преступник, Кравченко. Завершив первоначальные допросы по всем эпизодам убийств, я передал Чикатило следователю, а сам вплотную занялся делом Кравченко. Собрали необходимые материалы и обратились в Верховный суд России с просьбой отменить приговор в отношении Кравченко по вновь открывшимся обстоятельствам. Дело в том, что до отмены приговора в отношении Кравченко мы не могли предъявить окончательного обвинения Чикатило. Ситуация осложнялась тем, что за изнасилование и убийство девятилетней Лены Закотновой Александр Кравченко был приговорен к высшей мере. Он рассылал жалобы куда мог и еще на следствии в суде отказывался от своего признания, объяснял, что его у него вырвали силой. Дело возвращалось на доследование и, наконец, Верховный суд России заменил смертную казнь 15-ю годами. Но теперь, возмущенная мягкостью приговора, стала рассылать жалобы во все инстанции бабушку убитой Закотновой. И ее призывы были услышаны. Приговор суда пересмотрели и Ростовским областным судом был снова вынесен смертный приговор. Верховный суд РФ утвердил данный приговор, который был приведен в исполнение 5 июля 1983 года. Кравченко было 29 лет. Самое трудное это убедить суд, вынесший приговор, что была допущена ошибка. К этому времени я уже имел показания Чикатило, в которых детально описывалось его первое убийство. Была у нас и видеозапись следственного эксперимента. Кроме того, теперь по прошествии более десятка лет, вдова Кравченко и ее подруга Татьяна Гусакова подробно рассказали, что изменили свои первоначальные показания под давлением следствия. Можно было доказать наконец, что сокамерника Александра, некого М, уголовника и убийцу, подсадили к нему специально, чтобы тот выбил из упрямца нужное признание. Первый протест на смертный приговор Кравченко, написанный мной и представленный прокурором России Верховный суд, был отвергнут. Причем, как мне показалось, не без некоторого злорадства, мол, занимайтесь лучше своими делами. Но я тут же подал второй, дополнив его новыми доказательствами невиновности Кравченко. Казалось бы, ну что может быть логичнее, чем отменить несправедливый приговор, ведь найдется же подлинный убийца. Но у Верховного суда была своя, непробиваемая никакой логикой позиция. Короче, снова отказ со ссылкой на то, что в деле Кравченко нарушение не допущено. Я понимал только одно, никто в Верховном суде этого дела толком не читал. И отменить, только подумайте, смертный приговор, это значило открыто признать, что допущена трагическая ошибка и казнен невиновный. А раз так, надо немедленно ставить вопрос о персональной ответственности работников милиции, прокуратуры и, наконец, судов нескольких инстанций. И тогда я решил написать протест не по вновь открывшимся обстоятельствам, а в порядке надзора. Имени Чикатило я вообще не упоминал, а стал методично факт за фактом громить дело Кравченко. Теперь уже независимо от вновь открывшихся обстоятельств, которые так, видимо, напугали кое-кого из судей. Необходимо было снять с давнего дела Кравченко, будучи нетрезвым около половины восьмого, но ведь это же ложь. Александр пришел домой в шесть вечера, сразу после работы совершенно трезвый. Это на первых же допросах показали жена и ее подруга, причем, что было самым важным независимо друг от друга в условиях, когда они никак не могли договориться. У Кравченко было крепкое алиби, однако его сумели разрушить недобросовестные работники. Каким образом? А вот так. Жена Кравченко продолжала настаивать на своих показаниях. Тогда они ее посадили и стали в открытую угрожать, что сделают соучастницы убийства, если она не скажет, что муж явился в восемь, а не в шесть вечера. Читая показания, я видел, как путалась женщина, пока наконец не признала того, чего от нее требовали. Впрочем, позднее, когда мы ее допрашивали, она объяснила, почему так поступила, она боялась, что ее засудят как соучастницу. Подобную операцию провернули и с ее подругой. Ту просто посадили в КПЗ за лжесвидетельство, как ей объяснили. А когда трехдневный срок, отпущенный на задержание без санкции прокурора, прошел, следователь вынес постановление о ее освобождении, однако из камеры не выпустил. Можно себе представить, что было с несчастной женщиной. После такого страшного шантажа нетрудно выбить из человека любые показания, что и было сделано. Потом я взялся за признательные показания самого Кравченко, которые резко противоречили обстоятельствам дела. Подследственный путает возраст девочки, неверно описывает ее одежду, трижды и всякий раз по-новому описывает место преступления. Показал, например, что убивал ножом, купленным в каком-то магазине, а потом бросил орудие убийству в реку. Но в указанном им магазине подобными ножами не торговали, а в реке, как не искали, никакого ножа не нашли. Словом, я старался доказать, что в распоряжении следствия не было ни одного объективного доказательства, подтверждающего признание обвиняемого. И более того, сами его признания резко противоречат обстоятельствам дела. И когда Кравченко в жалобах и прошениях о помиловании продолжал доказывать свою невиновность, его доводов никто не желал слушать. Уж если я, юрист с многолетним оптом следственной работы, обладающей определенными процессуальными правами, не могу доказать Верховному Суду невиновность Александра, и это теперь, когда найден настоящий убийца и все его показания подтверждены фактами, то что мог сделать, на что надеется этот бедный парень? Труднее всего было доказать, что сокамерник Александр настойчиво избивал его, превращал каждую минуту жизни в пытку, требуя взять убийство на себя. Да, Кравченко жаловался, что здоровенный амбал днем и ночью избивает его, но тюремная медицина следов пыток, как правило, не фиксирует. Значит, следовало отыскать этого уголовника, иначе спор с Верховным Судом теряет всякий смысл. Кравченко утверждал, что его избивают, а сокамерник категорически это отрицает. Но почему же суд должен верить уголовнику? Словом, поднял я все дела и отыскал этого М. Оказывается, в те дни ему делом. Оказалось, что к нему в камеру подсадили одного арестованного председателя колхоза, и этот М. с напарником должны были заставить председателя подать явку с повинной. За усердную работу напарник получал от М. наркотики в качестве оплаты труда. Дальше больше. Выясняю, что этот М. является вором и одновременно платным агентом номер 7, и нередко он использовал для выбивания из заключенных нужных следствию показаний. Медицинское обследование показало, что арестованному причинена закрытая травма грудной клетки с переломом семи ребер и другие телесные повреждения. Установили мы также, что свои систематические избиения председателя этот уголовник постоянно сопровождал угрозами убить и циничными предложениями. Таким образом, по сути, повторялась история Скравченко, тоже действующее лицо, те же методы выбивания нужного признания. Одно только изменилось время. Началась перестройка, дело получило до Горбачева и началось расследование. В приговоре по этому делу все и было зафиксировано, и как уголовник добивался, и как склонял. Но и этого оказалось мало суду. Знаете, какой я получил ответ? Имеющийся в материалах расследования приговор в отношении М к делу Кравченко отношения не имеет. Вот так. И я снова поднял все милицейские разработки той давней истории. Вытащил на свет следы крови, которые вели к двери дома номер 26, тайна купольного Чикатило, где, по свидетельству соседей, почти двое суток не гасла электрическая лампочка, и где, судя по всему, было совершено преступление. Снова появилась Светлана Гуренкова, которая встревожила разговор между незнакомцем в очках с покатыми плечами и девочкой, которую она через день опознала в погибшей, когда туна шли в реке под мостом. И фоторобот всплыл, составленный по описанию Гуренковой, и то, что по нему узнали Чикатило, и дважды допрашивали. Оставалось только представить его на опознание свидетельницы, но не представили, потому что было ясно, увидев Кравченко, Светлана скажет, что это не он. Кстати, когда Чикатило признается в убийстве Лены Закотновой, его никто и не думал в нем подозревать. Мы вообще не знали существования такого дела. Кравченко был расстрелян, и с тем делом было покончено. А теперь надо отменять приговор по Кравченко. Значит, возбуждать дела против своих, а как же честь мундира? Нет, проще сделать вид, будто ничего не произошло, будто все в порядке, никаких нарушений не было, и Кравченко расстреляли, как и положено. Ведь не раз уже сходило с рук, сойдет и теперь. И все-таки мы победили. Оставалось самое тяжелое, как сообщить родителям Александра Кравченко, что их сына казнили по ошибке, что никакой вины за ним в этом деле не было. Посылать письменное извещение не поднималась рука. Стыдно-то как. Да и язык не повернется сказать, понимаете, столько-то лет назад государство совершило преступление, убило вашего сына, а теперь мы готовы вместе с вами разделить радостную весть. Оказывается, ваш сын был невиновен. Так что ли? Да, и, кстати, никакой помощи вам, потерявшим сына, не будет. Родители афганцев, например, получают пенсии, квартиры, пользуются каким-то льготами, а вот вам, несчастным вдвойне ничего не положено. Как же быть? Нашел я одного следователя, который был родом из тех мест. Говорю, хочешь в отпуск съездить? Могу посодействовать, но только ты тоже должен будешь мне помочь. И рассказываю о сути своей просьбы, сообщить матери Кравченко о пересмотре приговора, а заодно найти возможность узнать, имела ли она какие-нибудь сведения о сыне. Может, он писал ей, рассказывал об аресте, суде, как он вел себя. Да, это была, конечно, очень тяжелая миссия, но следователь все сделал, как я просил. Нашел в далеком селе хату, а в ней старую, сработавшуюся в крестьянских трудах женщину. Мой Сашко ничего не делал, пожаловалась старуха, а засудили его аж на 15 рокев. Я приехал сюда, чтобы сообщить вам, сказал следователь о сексе. Неужели никто так и не удосужился сообщить матери, что у нее больше нет сына? Ведь прошло уже семь лет после его казни. Сообщить вам, выдавил из себя, что приговор, вынесенный вашему сыну, пересмотрен. Ну, слава тебе, Господи, слабо улыбнулась старушка, а то Сашко ни разу не написал. Сколько же я его не бачил, а? В тюрьме он, че где? Что мог ответить ей следователь? Снился он мне, делилась с приезжим гостем женщина. Бачу он, Сашко, а над ним якийсь ливень, че дождь, че снег, и сердце у меня так и мается. Запрос хоть посылали? Не выдержал следователь. Посылала, кивнула мать. Ответов не было. Субтитры создавал DimaTorzok